Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Тарасова, и я являюсь научным сотрудником Волгоградского областного краеведческого музея. Думаю, многие со мной согласятся, что мороженое – это самый любимый, самый популярный десерт практически каждого человека, независимо от возраста. История возникновения мороженого насчитывает более 4 тысяч лет и берет свое начало еще в Древнем Китае. Именно там к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое – снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Также известно, что ягоды и фрукты замораживались в снегу еще во времена Александра Македонского. Известно, что рабов специально обучали быстрому бегу и отправляли за снегом в горы. Должны были быстро прибежать, чтобы снег не успел растаять. В Европу же неизвестный тогда рецепт этого десерта привез Марку Полу в 1295 году. И тогда для охлаждения использовали не только лед и снег, но а также селитру. В России же мороженое в современном варианте появилось в середине 18 века и сразу завоевала большой популярностью. В СССР производство мороженого началось в 1932 году. Знаменитое мороженое, выпущенное по ГОСТу в ГОСТ 119-41. Наши бабушки и дедушки вспоминают просто с детским восторгом. На сегодняшний день существуют различные сорта мороженого. Ламбир, молочный, крем-брюле, эскимо шоколадное, ягодный щербет и многие другие. По статистике, в среднем каждый человек за год съедает более 24 килограмм мороженого. Самое популярное из них – ванильное. Но не думайте, что во всем мире популярно лишь это мороженое. Во всех странах в этот десерт добавляют всевозможные добавки. Приготовьтесь удивляться! Во Франции, например, можно отведать изысканное мороженое с виски и розами, каштанами, лавандой и даже фуагра. В Лондоне менее поэтичное блюдо – это мороженое с толокном, салом, бараньями потрохами и луком. Также в Лондоне можно попробовать мороженое из свежего грудного молока. В Германии стоит заказать мороженое, которое называется спагетти айс. Пламбир в форме макарон с соусом из ягод и фруктов. Жители Индии не могут обойтись без специй. Поэтому они предпочитают мороженое с фисташками, кардамоном и шафраном. В России же не теряют популярность пламбир в вафельном стаканчике, эскимо в шоколаде и ягодный щербет. Однако на полках появляются все более необычные экземпляры. Так, например, мороженое с экстрактом морской водоросли – спирулины. Благодаря этому закрученное мороженое приобретает голубой цвет. Ну а также большой популярностью стало пользоваться и низкокалорийное мороженое. Так как по статистике каждый второй россиянин предпочитает вести здоровый образ жизни. Но думаю, что в такой жаркий летний день никто не откажет себе в удовольствии отведать этого вкусного холодного лакомства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!